В Москве совершен крупнейший теракт со времен атаки на школу в Беслане. По предварительным данным пострадали свыше ста. Несколько вооруженных автоматами людей проникли в концертный зал Крокус Сити Холл и в упор расстреливали людей. В ночь после трагедии ряд СМИ писали, что ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Казахстане террористическая организация ДАИШ. На концерт были проданы все билеты, это значит, что в зале могли быть больше 6 тысяч человек. Ночь у МИД нашей страны распространил сообщение, что посольство на связи с гражданами Казахстана, которые проживают в Москве, по данным Министерства науки и высшего образования, на данный момент по программе Болошак и 500 ученых в Российской Федерации обучение проходят 32 казахстанца. 24 из них находятся в Москве. Все они вышли на связь и, к счастью, находятся в безопасности. К этой теме мы еще вернемся в выпуске. В эфире из Астаны для вас работает команда программы Мир Итоги. Я Милинова в Улиде и вот главная тема выпуска. На грани. Он прогнозирует наступление массового голода в северных провинциях сектора газа в ближайшие два месяца. Вынужденный компромисс. ЕС идет на уступки фермерам после месячных протестов. Украинская сельхозпродукция начнет облагаться пошлинами. Ориентация север. Армения и НАТО будут сотрудничать в новом формате. Общий тюркский праздник. На УРЭС по всему миру отмечает больше 300 миллионов человек. Итак, о теракте в Москве. В России работают телефоны горячей службы, где можно узнать о судьбе тех, кто был в здании Крокус Сити Холл на момент трагедии. Большинство людей смогли спастись, но очевидцы рассказывали, что на входе у них не проверяли ни сумки, не работали металлоискатели. После стрельбы начался пожар. Огонь распространился на площадь более 13 тысяч квадратных метров. Обрушилась крыша здания. А еще в начале марта посольство США в России предупреждало своих граждан об угрозе атак в ближайшие 48 часов, посоветовав избегать больших скоплений людей в Москве. Следом за ними со своими предупреждениями выступили Латвия, Южная Корея, Швеция, Канада, Германия и Чехия. Более подробно о трагедии в Москве в сюжете наших коллег. Первые сообщения о том, что в здании Крокус Сити Холл в Подмосковье происходит что-то ужасное, начали появляться в телеграм-каналах вечером в районе 8 часов по Москве. Писали, что несколько человек в камуфляже открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Очевидцы говорят, что стреляли из автоматов без разбора. Нескольким нападавшим удалось покинуть здание, остальные забаррикадировались внутри, а само здание Крокус Сити горит. Чуть позже телеграм-каналы начинают публиковать видео очевидцев. Люди писали, что сначала и не поняли, что произошло, но потом толпу охватила паника. Ближе к половине 12 ночи по российскому времени появляются первые цифры – 40 погибших и больше 100 раненых. Интерфакс со ссылкой на собственный источник в оперативных службах уточняет, что нападавших было от двух до пяти. Телеграм-канал «База» подтверждает, что очевидцы действительно сообщали о пятерых бородатых мужчинах, нападавших с автоматами и рюкзаками. Мы видели перед прятку, там очень много погибших и раненых. Сейчас начался пожар там. Но тушить пожар спецслужбы сразу не смогли. В здании оставались зрители, которые пришли на концерт. И шел штурм. BBC со ссылкой на очевидцев пишет, что люди шли по неосвещенным коридорам концертного зала и самостоятельно пытались найти выход на улицу. Пришла трагедия. Мы здесь в Крокусе, работают пожарные. Площадь возгорания очень заметная. Все остальное будет понятно после окончания работ пожарных. К этому времени появляется информация о том, что Следственный комитет России возбудил дело, которое расследуют как теракт. Российские паблики пишут, что возможно в нападении есть след Украины. Официальный Киев категорически опровергает информацию. Первыми о том, что в нападении виновата террористическая группировка Даиш, она же ИГИЛ или Исламское государство, напишут зарубежные паблики. Агентство Reuters писало, что Даиш взяло на себя ответственность за теракт. Но никаких подтверждений этому нет. Террористы, которые принимали участие в нападении на Крокус-Сити-Холл, предположительно уехали на белой машине марки «Рено». Фотографии автомобиля белого цвета опубликовали телеграм-каналы. До этого машину использовали в качестве учебной в Санкт-Петербурге. Все подозреваемые предположительно граждане Таджикистана. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. В СМИ вспоминают, что ранее, в начале марта, посольство США и ряда европейских стран предупреждало о возможных терактах в Москве. А 7 марта Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудники ведомства предотвратили теракт в московской синагоге, готовившейся боевиками среднеазиатской ячейки Вилаяд-Хурасан. Тогда были убиты два гражданина Казахстана. К обеду 23 марта спецслужбы задержали 11 человек. Четверо из них, по данным пабликов, подозревают в непосредственном совершении теракта в концертном зале «Крокус-Сити-Холл». Как сообщают российские СМИ, часть подозреваемых задержали недалеко от границы с Украиной. Пишут, что они намеревались перейти на территорию соседней страны. При этом появилась информация, что нападавшие уроженцы Таджикистана, но часть из них может быть гражданами России. В Следственном комитете Российской Федерации признали, что число погибших в теракте будет расти. Многие находятся в больнице в тяжелом состоянии, а тела других не удается идентифицировать. После теракта в Москве Касымшо Мартукаев провел оперативное совещание Совета Безопасности. В аккорде осудили жестокий акт насилия и подтвердили солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма. Армия обороны Израиля готова начать военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Согласие на нее дал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Ранее израильский премьер заявлял, что военная операция в секторе Газа в сторону Рафаха будет обязательно продолжена. По мнению официального Тель-Авива, Израиль должен наносить удары по Хамасу до полной победы. Как писало издание «Политика» со ссылкой на американских чиновников, президент США Джо Байден согласился поддержать планы Израиля по проведению операции в Рафахе. Но только в том случае, если Иерусалим презентует надежный план защиты гражданского населения. Еще 14 марта издание отмечало, что в настоящее время такого плана у Израиля нет. У нас есть спор с американцами относительно необходимости входа в Рафах. Не о необходимости ликвидации Хамаса, а скорее о необходимости входа в Рафах. Но мы не видим способа уничтожить Хамас военным путем, не уничтожив оставшиеся батальоны. Мы полны решимости сделать это. Мы, конечно, разделяем это желание разрешить организованный выезд населения из Рафаха и предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению. Мы занимаемся этим с начала войны, но я предельно ясно дал это понять президенту Байдену. И в нашем разговоре заявил, что мы полны решимости завершить ликвидацию батальонов Хамас в Рафахе. И нет другого способа сделать это, кроме как действовать на местах. Тем временем ООН прогнозирует наступление массового голода в северных провинциях сектора Газа в ближайшие два месяца. Глава ООН Антонио Гутерриш назвал ситуацию полностью искусственной катастрофой и призвал израильские власти обеспечить населению Анклава полный доступ к гуманитарной помощи. Новый доклад квалификации ФАС продовольственной безопасности ООН охватывает и ситуацию с середины марта по май 2024 года. Согласно шкале измерений, 70% населения, а это больше 200 тысяч человек, проживающего на севере Газы, столкнутся с катастрофической ситуацией в ближайшие месяцы. А вот остальные 30% окажутся в чрезвычайной ситуации. Эксперты отмечают, что на севере Анклава уже превышены два из трех порогов массового голода. А это уровень острого отсутствия продовольственной безопасности для домохозяйств и уровень острого недоедания. По их оценке, уровень смертности, связанный с голодом, вскоре также ускорится. А я напомню, что боевые действия Израиля в Газе продолжаются вот уже 4 месяца. В последний раз это было в начале марта. Хамас отклонил предложение Израилям соглашения о перемирии в секторе Газа, но выразил готовность продолжить диалог при участии посредников – Катары, Египта и США. Последние во главе США, как пишет BBC, отчаянно пытаются не допустить превращения конфликта в Большую Ближневосточную войну. И времени для подобной дипломатии все меньше и меньше. Уже в ноябре пройдут президентские выборы в США. И как дальше будет складываться внешняя политика Соединенных Штатов – непонятно. Между тем, возможность обмена заключенных палестинцев на захваченных Хамас-заложников спровоцировала разговоры и о лидере движения Фатх Марвани Аль-Баргутти. Он сидит сейчас в израильской тюрьме, и именно его не раз называли возможным президентом палестинской автономии. Марван Баргутти, известный как палестинский Нельсон Мандела, один из самых известных палестинских заключенных. В 2002 году израильские войска арестовали бывшего лидера Танзим – боевой фракции Фатх. А суд приговорил его к пяти пожизненным срокам заключения за участие в многочисленных убийствах и членство в террористической организации. Он близок к Хамасу и неоднократно сопровождал эту группировку, в частности в рамках документа заключенных. Он сумел заставить Хамас и Фатх договориться. Он умеет объединять людей, и именно поэтому у него были все шансы победить на выборах в законодательный орган в 2021 году. Действительно, выборы на палестинских территориях в 2021 году так и не состоялись. После смерти Ясера Арафата в 2004 году Махмуд Аббас стал единственным президентом палестинской автономии. Хотя его полномочия официально истекли в 2009 году. Аббас откладывал выборы на неопределенный срок, ссылаясь на отказ Израиля разрешить включить Восточный Иерусалим в избирательные участки. Однако многие эксперты считают, что истинной причиной решения Аббаса было желание избежать возможного поражения на выборах. Достаточно надежные израильские и палестинские опросы давали Баргути серьезные шансы на победу над Аббасом. Он все еще пользуется авторитетом среди палестинского населения. Марван Баргути, находясь в промежуточном положении между различными палестинскими фракциями, действительно уважаем как светскими националистами, так и исламистами. Его тесные отношения с различными группировками, установленные еще в тюрьме, делают его влиятельной фигурой в палестинской политике. Даже Хамас, чьи взгляды могут различаться с Баргути, требует его освобождения. Баргути выступает за мирное сопротивление, но при этом не отвергает насилие в качестве средства борьбы с оккупацией. Находясь в тюрьме, он продолжает играть важную роль в палестинской политике и настаивает на необходимости создания палестинского государства рядом с Израилем. «Хотя я и движение ФАТХ, которому я принадлежу, решительно выступаем против нападений на гражданское население Израиля, нашего будущего соседа, я оставляю за собой право защищать себя, сопротивляться израильской оккупации моей страны и бороться за свою свободу». Марван Баргути, оставаясь членом Центрального комитета ФАТХ, действительно продолжает верить в возможность объединения различных палестинских фракций. Его усилия в этом направлении могут представлять серьезные испытания для Израиля, так как единый палестинский фронт может создать дополнительные трудности для израильской политики в регионе. Баргути также известен своим участием в сопротивлении против Израиля, что усиливает его репутацию как лидера, способного сыграть ключевую роль в палестинской политике. Ведь переходный период после войны в Газе требует палестинского лидера, способного содействовать единству и взять на себя обязательства по разоружению в регионе. В израильских СМИ пишут, что таким лидером может стать именно Баргути. «Нынешнее правительство Израиля ясно дало понять, что в данный момент у него нет ни желания, ни намерения двигаться вперед по пути создания двух государств. Международному сообществу потребуются огромные усилия, чтобы добиться этого. Однако это единственный способ разорвать этот ужасный круг насилия между палестинцами и израильтянами». По мнению Жан-Поле Шанюло, шансы на то, что Баргути станет лидером после окончания войны, невелики. Он указывает на то, что Израиль не среагировал на призыв Хамас к обмену пленными, а требовал безоговорочного освобождения захваченных заложников. Это указывает на то, что Тель-Авив сохраняет свою жесткую позицию в отношении взаимоотношений с палестинцами, а это может затруднить перспективы Баргути на роль лидера в условиях окончания конфликта. Продолжим выпуск. Новая холодная война России, Белоруссии и Запада приводит к экономическим последствиям для стран-партнеров. Турция и США на неделе договорились о новой схеме соблюдения вторичных санкций, под которые попадают компании, сотрудничающие с Россией. Об этом сообщила турецкая газета «Хириет» без ссылок на источники. По данным издания, новая схема предполагает, что американские власти будут уведомлять Анкару о компаниях, которые вызывают подозрения, а также запрашивать информацию по этому поводу. И если Турция проведет расследование и доложит США о результатах, то при необходимости будут приняты меры, пишет издание. Я отмечу, что ранее санкции против таких компаний вводились без предупреждения Анкары. Ситуация обострилась в декабре 2023-го, когда в силу вступил указ президента Джо Байдена о введении санкций против зарубежных банков, которые помогают проводить сделки под санкционным лицам из России или содействующих поставкам оборудования российскому военно-промышленному комплексу. После этого все больше турецких банков разорвали или приостановили корреспондентские отношения с российскими кредитными организациями. На этом фоне за год на треть сократились и объемы экспорта и импорта между Россией и Турцией. По данным Bloomberg, из-за угрозы остаться без доступа к доллару, после указа Белого дома пересмотреть свой бизнес в России, разорвать связи с клиентами, попавшими под санкции, и прекратить оказывать любые финансовые услуги российской военной промышленной деятельности, решили и два китайских банка. Тем временем в Евросоюзе также обсуждается идея создания общеевропейского органа по надзору за соблюдением санкций наподобие аналогичного американского управления. Итак, прежде всего эти санкции носят накопительный характер. Поэтому мы должны смотреть на это таким образом. Это 500 новых целевых санкций. Эти целевые объекты подвергаются санкциям впервые. Поэтому важно отметить, что эти цели находятся в пределах российской оборонно-промышленной базы, ее финансовой системы, и эти ограничения будут продолжать заставлять Россию нести траты, чтобы ей было труднее вести жестокую и порочную войну в Украине. Для Казахстана, как крупного экономического партнера России, риск получения вторичных санкций от США и Европы также остается очень высоким. Напомню ранее, Казахстан полностью запретил поставку в Россию товаров военного назначения и ввел специальную сертификацию для товаров двойного назначения. Сегодня официально в санкционном списке США числятся по меньшей мере две казахстанские компании. LM Group, что уже попало под вторичные санкции Евросоюза и США, и фирма DAG Group 22. В Минторговле Казахстана сообщили, что обе компании, начиная с мая 2023 года, не занимаются импортом и экспортом. Более того, сейчас LM Group находится в процессе ликвидации. В ведомстве ответили, что Казахстан стремится не допустить использования своей территории для обхода санкций, при этом не применяет каких-либо санкций в ограничении торговли с Россией. Продолжим выпуск. Казахстан укрепляет сотрудничество с Катаром. Правительства двух стран приступили к реализации инвестпроектов на общую сумму в почти 18 миллиардов долларов. Это итоги визита Тукаева в Катар. И по итогам поездки президент, уже глава Кабмина Лжас Бегтенов, посетил Доху и встретился с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамад Альтани, и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдул-Рахманом на Альтани. Итак, какие проекты запустят Казахстан и Катар? Давайте посмотрим и проанализируем. Во-первых, это строительство газоперерабатывающих заводов почти на 6 миллиардов долларов. Газопроводы Актобе Костана и второй нитки Бенео Бозу и Шимкент на общую сумму около 8 миллиардов. Электростанции на базе парогазовой установки и гидроэлектростанции всего на 2,7 миллиардов долларов, а также заводы по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока. Европейские фермеры все-таки добились своего. Евросоюз соглашается на сокращение импорта из Украины для поддержки фермеров ЕС. Также в Брюсселе готовы ослабить некоторые экологические нормы, чтобы пойти навстречу аграриям. В частности, рекомендуется ослабить экологические нормы, касающиеся сева оборота, защиты почвенного покрова и методов обработки почвы. Кроме того, для мелких фермерских хозяйств предложено отменить некоторые меры контроля и штрафы. В последние месяцы фермеры из многих европейских стран устраивали масштабные протестные акции, блокируя автомагистрали. Эти протесты обошлись бизнесу в десятки миллионов евро. По мнению сельхозпроизводителей, соглашение о свободной торговле приводят к нечестной конкуренции из-за товаров, которые поступают из-за рубежа, в частности, из Украины. Вся украинско-российская война очень усложняет жизнь фермерам. Мы видим, что нам нужно помочь Украине, но то, как мы помогаем сейчас, неправильно. Мы хотели бы поддержать Украину, но именно фермеров, а не крупные корпорации. Европейский союз принял решение об ограничении беспошлиного ввоза ряда украинских продуктов питания. Как пишет Deutsche Welle, механизм экстренного торможения позволит Брюсселю взымать пошлины на птицу, яйца, сахар, овец, кукурузу, мед и крупы, если объемы импорта превысят среднее значение за 2022 и 2023 годы. Новые меры могут привести к тому, что Киев попросту потеряет десятки миллионов евро в виде пошлин, если не сможет найти альтернативные рынки. Новые ограничения вступят в силу 6 июня в дату продления беспошлиного доступа для украинского импорта, который был введен в 2022 году. Украина настаивает на том, что ее сельскохозяйственный экспорт, направленный через Восточную Европу, не нанес никакого ущерба рынкам ЕС. В Киеве же заявили, что около 95% сельскохозяйственного экспорта страны снова идет через Черное море. В любом случае нам нужно задать себе на европейском уровне вопрос о вознаграждении вермеров. У меня такое впечатление, что да, сельскохозяйственный кризис не только во Франции. Я слышу этот вопрос о вознаграждении во многих европейских странах. Я не говорю, что нас надо заставить идти по тому же пути во всех европейских странах, но перед нами стоит вопрос оплаты труда. А если нет оплаты труда, нет и сельского хозяйства. Это простой алгоритм. С климатическими потрясениями и экономическими потрясениями, которые могут происходить каждый год, ни один фермер не сможет точно сказать, что он однозначно заработает себе на жизнь. И если кризис будет продолжаться несколько лет, то мы потеряем сельское хозяйство. И поэтому мы должны задать себе этот вопрос не только на национальном, но, возможно, и на европейском уровне. На этой неделе генсек НАТО побывал в Армении. Йенс Столтенберг призвал Баку и Ереван как можно скорее заключить соглашение, чтобы проложить путь к нормализации отношений и прочному миру. Он также отметил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении и ее мирные устремления. Это была дословная цитата. Премьер-министр Пашинян в ответ заявил, что надеется на утверждение программы «Партнерство», которая была бы индивидуально адаптирована к новому формату сотрудничества Армения-НАТО. Потому что, цитирую, «в свете событий, которые произошли в нашем регионе для Армении, чрезвычайно важно развивать оборонный потенциал». Конец цитаты. А на этой неделе Европарламент принял резолюцию в поддержку возможности для Армении подать заявку на статус кандидата члена Евросоюза. За этот документ проголосовали 504 члена Европейского парламента, 4 выступили против, а 32 воздержались. В случае утверждения Армении кандидатом в член ЕС, стране будет предложено пройти множество процедур, например, таких, как официальный, подчеркну, выход из состава ЕС и ОДКБ. Но вот реальны ли такие варианты для Армении? Как на это могут отреагировать союзники по евразийской интеграции? И почему подобные политические изменения важны для нашей страны, для Казахстана? Об этом и не только через несколько секунд в моей аналитике. Европарламент принял резолюцию, предполагающую рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. В самом же Ереване активно обсуждают возможность вступления в Европейский союз. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его словам, страна намерена диверсифицировать свою внешнюю политику. Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идеи членства в ЕС. Но давайте начнем по порядку. В феврале этого года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что Евросоюз и Армения приняли решение начать работу над расширением двустороннего сотрудничества. Вообще, в последнее время заметно активизировалась дискуссия о возможности вступления Армении в Евросоюз. Недавно в СМИ даже появилась примерная дата подачи заявки Еревана, не позже осени 2024 года. Но эта информация, конечно же, не соответствует действительности. Что касается мнения экспертов, то они уверены, европейские перспективы республики крайне туманны, учитывая, что на сегодня официально существует 10 кандидатов на вступление в ЕС. Это Украина, Грузия, Молдавия, Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Македония, Черногория, Турция. И частично признанное Косово. Принятие резолюции произошло на фоне осложнения отношений Армении с Организацией договора о коллективной безопасности, или сокращенно ОДКБ. В конце февраля премьер-министр Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Заморозка отношений с ОДКБ означает, что республика уже более года не имеет своего постпреда в организации, не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровнях, однако не ставит вето на принимаемые решения. А позже Пашинян и вовсе пригрозил, что страна выйдет из организации, если не будет сформулирована ее зона ответственности в Армении. Если ОДКБ ответит на вопрос, где зона ответственности организации в Армении, и этот вопрос будет соответствовать нашему видению, тогда мы будем считать, что вопрос между нами урегулирован. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда? Не могу сказать. Конечно же, официальная Москва не раз отвергала обвинения Еревана. Что касается отношений Астаны и Еревана, то Армения является близким государством и проверенным временем партнером Казахстана. А недавно и вовсе были подписаны программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на ближайший год. И подводя итог, хотелось бы сказать, что до конца неясно, удастся ли Армении вступить в Евросоюз, учитывая, что она с 2015 года входит в Евразийский экономический союз. Но эксперты полагают, что Ереван вряд ли захочет выйти из ЕС, и максимум, на что могут рассчитывать армянские власти, то это создание зоны свободной торговли с ЕС. Все потому, что Армении невыгодно сейчас отказываться от членства в ЕС, поскольку она имеет слишком тесные экономические связи с Россией. На сегодня доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Армении составляет почти 35%. По данным Армянского национального статкомитета, торговый оборот Российской Федерации и Армении в 2023 году вырос на 43%. А это цифры немаленькие. Верховный суд США разрешил штату Техас арестовывать и привлекать к ответственности мигрантов. Принятый закон дает полиции право арестовывать и привлекать к ответственности лиц, которые подозреваются в незаконном пересечении мексиканской границы. Однако вот в Белом доме этот закон назвали неконституционным. Нелегальное пересечение границы США уже является федеральным преступлением, но вот обычно дела по таким случаям рассматриваются в иммиграционных судах по гражданскому праву. Одной из причин споров вокруг техасского закона стало то, что суды ранее определили, что только федеральное правительство может обеспечить соблюдение иммиграционных законов страны, а не отдельные штаты. Закон предоставляет местным полицейским право останавливать и арестовывать любого человека, который подозревается в незаконном пересечении границы. В качестве наказания предусмотрено тюремное заключение или штраф до 2000 долларов. А вот для тех, кто незаконно въехал в Техас после депортации США, наказание будет гораздо строже – до 20 лет лишения свободы, в зависимости от иммиграционной истории и криминального прошлого человека. Администрация Джо Байдена резко критикует это решение. СБФО не только сделает сообщества в Техасе менее безопасными, но и обременит правоохранительные органы, посеет хаос и неразбериху на нашей южной границе. В свою очередь прокурор Техаса охарактеризовал решение Верховного суда как огромную победу над администрацией Байдена и Американским союзом гражданских свобод, который также протестовал против закона в суде. Помимо того, что новый закон нарушает полномочия федерального правительства по охране границы, он может еще и нанести ущерб отношениям с Мексикой, которая также осудила закон, об этом предупредило Министерство юстиции США. Дело будет рассмотрено коллегией из трех судей операционного суда пятого округа в Новом Орлеане. У проигравшей стороны снова будет возможность обжаловать решение в Верховном суде. Страна громко празднует Наурыс. И не только наша. Этот главный весенний праздник под различными названиями широко распространен во многих культурах Азии. Сейчас 21 марта. Это официальное начало нового года по астрономическому солнечному календарю в Иране и Афганистане. Как государственный праздник Наурыс отмечается в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Грузии, Албании, Кыргызстане, Македонии, Турции, ну и, конечно же, у нас в стране, в Казахстане. Наверняка многие успели заметить, что в этом году у нас Наурыс проходит по-особенному. Главный месседж – особенный праздник, несущий политику возрождения исконных традиций. Каждый предпраздничный день объявили тематическим. Например, 14 марта – Куэрсу Куны, 18 марта – День национальной одежды, а вот 20 марта – Национальных игр. А Наурызи как праздники весны и праздники, которые объединяют тюркские народы, расскажет Жанна Алпазбаева. Вот так ярко проходил праздник Амал, или, как его еще называют, Куэрсу Куны. 14 марта в Мангистауской области. Регион показал стране пример. Каждый год на горе Утпан зажигается огонь. Местные жители разворачивают аул с юртами. Люди жмут друг другу руки и поздравляют с Новым годом. Пожалуй, атмосфернее места в стране было не найти. За рождение празднования Амал Куэрсу Куны исчисляется из глубины тысячелетий, утверждают ученые, историки и этнографы. Так откуда же происходит это летоисчисление, поясняет этнограф, изучивший научные труды древних ученых и летописцев. Профессор Жамбул Артыкбай. Есть только одна версия с рождения Амала. И эта версия связана с библейскими сказаниями, с историей, которая касается Великого потопа. И по предположению наших историков, этнограф, это такая давность, примерно 10-12 тысяч лет назад до нашей эры. В общем, на вершине Хазрот останавливается корабль Ной, находится спасение. И этот день по лунному календарю, первый день Хамала. От этого и казахское понятие Амал. Поэтому это не чисто казахское, это многонациональное явление. И датировки приблизительные, везде одинаковые. Наурос – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Наурос является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Официальный статус он приобрел в Ахименицкой империи, как религиозный праздник зороастризма. Продолжает повсеместно отмечаться и после арабских завоеваний, вплоть до настоящего времени. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие – равенство дня и ночи, начало сезона роста и процветания. Само слово «наурос» с персидского языка переводится как «новый день». Для кочевых народов все, что происходит в природе, имело огромное значение. Напрямую влияло на ведение хозяйства и уклад жизни. 14 марта день равняется с ночью. Сейчас вы можете даже посмотреть в интернете. Рассвет наступает в 7 часов 36-39 минут. Закат происходит в 19 часов 36-39 минут. 18 марта в Казахстане объявили Днем национальной одежды. А в школах отныне каждый четверг дети могут приходить в казахских нарядах. Так, по сути, зарождается идеология. Но она сегодня необходима младшему поколению. Президент не раз говорил, что историю помнить важно. Нам следует начать по-новому отмечать наурыз. Буквально на днях была принята специальная концепция. Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом. При этом будем повышать значимость наурызмейрама и существенно обогащать его содержание. К слову, в этом году он поздравил казахстанцев по-особенному торжественно. Встречал президент наурызмейрама в своем родном городе Алматы. Наурызмейрама олицетворяет единство и солидарность нашего народа. Именно сплоченность нации является надежным фундаментом устойчивого развития страны. Наурызмейрам ярко воплощает наши благие устремления. Для достижения реального прогресса в своем развитии мы должны, не предавая забвению наше славное прошлое, и тем более не обижаясь на него, уверенно смотреть только вперед. Все чаще тюркский мир заявляет планете о своих единых корнях. Между строк говорит это о том, что выстраивается еще один союз. Хотя ранее эксперты не спешили пророчить успеха этому альянсу. и воспринимать его как политически или экономически. Но страны Центральной Азии и Востока на сегодня демонстрируют единство практически на каждом совместном саммите. Когда казахи начали отмечать первый наурызм как Новый год, это, мы полагаем, это очень древности, еще в сакские времена, еще в арийские времена они отмечали. И единственный письменный источник о том, что казахи... Догадка о том, что казахи начали отмечать Новый год первого наурызм, это мы догадываемся, когда потомки Шингисхана правили Китаем. Например, Хубилэхан в Китае ввел свой календарь, Туркский календарь, и они начали отмечать первый наурызм у них Новый год. Сейчас они на 15 дней пораньше, они сейчас где-то числа 10-15 февраля отмечают. В настоящее время, когда обстановка в мире все более обостряется, Новрус служит такой благородной цели, как укрепление мира и сотрудничества между народами и нациями на планете. Сегодня, 21 марта, как известно, отмечается праздник Новрус. Прежде всего, хотел бы поздравить с этим праздником весь наш народ, включая жителей Кассири, а также всех наших братьев и сестер, где отмечается Новрус. Желаю, чтобы Новрус, который празднуется на обширной территории от Центральной Азии до Балкан, прошел благоприятно. Поздравляю вас с Рамаданом, к середине которого мы потихоньку приближаемся. Да поможет Аллах нашим братьям и сестрам в Газе и других частях мира, которые пытаются провести ифтар, и сухур под притеснением в это благословленное время. Организация тюркских государств тоже поздравила тюркский мир с праздником Новрус. В социальной сети Икс она написала, что это важное общее культурное наследие тюркского мира, символизирующее наступление весны, традиции, уходящие корнями в века. И прямо сейчас о других событиях в мире коротко. В Нью-Йорке загорелась крыша 72-этажного небоскреба около мемориала 11 сентября. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности системы кондиционирования воздуха в здании. На месте происшествия находились по меньшей мере две бригады пожарной охраны Нью-Йорка и машина скорой помощи. Информация о пострадавших не сообщается. У берегов Японии перевернулся танкер «Химовоз». Известно, что на борту было 11 человек. Они граждане Южной Кореи, Китая, Индонезии. Сообщается о гибели восьми из них. Танкер перевозил 980 тонн акриловой кислоты. Она используется в клеях, красках и полиролях. Это химическое вещество может вызвать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки различных органов. Причина, по которой судно перевернулось, пока не ясна. Известно лишь, что в этом районе были неблагоприятные погодные условия. Грузовик наехал на контрольный пункт гражданской гвардии Испании на автотрассе в испанской провинции Севилья. Шесть человек погибли. По предварительным данным, грузовик съехал на обочину, врезавшись в три служебных автомобиля, еще как минимум в два гражданских, которые находились на полицейском посту. Сам водитель грузовика не пострадал, его задержали. Следов алкоголя и наркотиков в его организме не обнаружили. В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в городе Дахук на севере Ирака погибли три человека, многие автомобили и дома были затоплены. Местные жители вынуждены спасаться от потопа на верхних этажах своих домов. Премьер-министр Ирака объявил на севере страны чрезвычайное положение. Из пострадавших районов началась эвакуация людей. Ливни в Ираке продолжаются уже несколько дней и, согласно прогнозу, не прекратятся до конца этой недели. И напоследок поговорим о необычных новостях 21 века. Первый пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы силой мысли. Видео показал стартап Илона Маска. На кадрах первый в мире человек с вживленным в мозг нейрочипом играет в онлайн-шахматы. Герой трансляции 29-летний Нолан Арбо. 8 лет назад его парализовало ниже плеч в результате несчастного случая. В конце января ему имплантировали чип Neuralink в мозг. 20 февраля компания рассказала, что Арбо научился с помощью мысли управлять курсором компьютерной мыши на экране. Илон Маск создал Neuralink в 2016 году, а в мае прошлого года компания получила одобрение американского медицинского регулятора для тестирования чипа на людях. Берегите себя. Увидимся в следующую субботу. Продолжение следует... Продолжение следует...